В ночь на 14 июня на улице Соборная сгорела усадьба мещанина Похолкова. Объект культурного наследия регионального значения. Сразу после пожара в МЧС назвали предварительную причину – умышленный поджог. Сейчас специалисты работают именно по этой версии. И как бы это ни звучало, но пожар – это отличный повод вспомнить об этой улице в целом. Как минимум, у нее очень богатая история. За почти три века название улицы меняли пять раз. Получился своеобразный круг. Основали улицу в 18 веке. В конце 19-го ее переименовали в Почтамскую, а после революции – в Первомайскую. В конце 20-го века ее назвали в честь Лхасарана Ленхавойна. Историческое название улицы вернули в 2016 году. В этом же году было и торжественное открытие. Реконструкция в целом обошлась примерно в 100 миллионов рублей. Вообще, по задумке властей, улица Соборная должна была стать центром притяжения не только для туристов, но и для местных жителей, как место, где воссоздали дореволюционный антураж. И в целом повторить успех 130-го квартала в Иркутске. Для столицы Приангарья 130-й квартал – это уникальное место, которое включает в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города в сочетании с различными заведениями, магазинами, планетарием и торговым центром. Но вернемся к нашей улице. Очень даже хорошее, уютное, как будто старинный жонус, 1700 какой-то год был написан, да? Есть что-то такое, что и не хватает, или в целом все хорошо? Думаю, первый раз, здесь мы не знаем. А, первый раз? Да. Впечатления в целом положительные пока. Положительные, конечно. Все бы ничего, если бы здесь постоянно не собирались всякие маргинальные личности, постоянно здесь какие-то алкоголики устраивают свои посиделки, драки, в том числе и так далее. А как вы думаете, со временем она может стать чем-то вроде второго Арбата у нас в городе? Масштаб не такой, мне кажется, для Арбата. На Арбате у нас сколько развлечений. Здесь только исторические здания несколько и все. К зданиям добавим Адигитриевский собор, памятник жертвам политических репрессий, галерею Льва Бардамова и ресторан на самой улице. На этом места для досуга заканчиваются. Хотя потенциал у этой улицы действительно есть. Так, в открытом интернет-голосовании ТОП-100 достопримечательностей Бурятии улица Соборная заняла 51 место. Для понимания, Иволгинский датсан занял 47-е, а этнографический музей – 57-е. А в 22-м году здесь провели международную туристическую выставку «Байкал Тревел Март». Но как этот потенциал будут реализовывать? Мы с этого года начнем работы по реставрации домов от первой и два-третьих домов. Данный процесс начнется с этапа проектирования. Необходимое согласование и уже потом приступить к реставрации. Два еще уже есть. Города не так быстро. Я думаю, год на проектирование у нас. И я думаю, год-два на саму реставрацию. Чего не хватает этой улицы на ваш взгляд? Пишите свое мнение в комментариях. Ну а с вами были Дорж Себеданов и Александр Семенов. Телекомпания АТВ.